Департамент соцзащиты предлагает деньги нуждающимся. Ежегодно социальными контрактами пользуются 100-112 малообеспеченных семей. Единоразово можно получить до 65 тысяч рублей. Деньги дают на расширение поголовья и дополнительный инвентарь для подсобного хозяйства. Можно даже трактор купить. Кто-то покупает козу, кур. Соцконтракт также можно направить на получение новой профессии, переобучение, открытие собственного дела. Но беря деньги у государства, следует помнить, за них придется отчитываться. Следует обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства. При этом, конечно же, составляется контракт, где разрабатывается программа, куда будут направлены эти средства. Ну и, конечно, обязательно отчет должен быть представлен. Если решают купить какую-то живность подсобного хозяйства свое, то вот надо будет отчитаться. Если они определились, что они какое-то оборудование купили, ну, например, решила женщина занять, значит, шьет и там машинку покупает швейную, вот тоже необходимо отчет обязательно предоставить. Освобождение от коммунальных платежей – еще одна мера соцподдержки. Льготы на услуги ЖКХ имеют все инвалиды. А с Нового года и совместно с ними проживающие граждане старше 70 лет будут платить меньше. Речь идет о платежах за капремонт. Неработающие пенсионеры старше 70 лет и проживающие с ними неработающие инвалиды первой и второй группы приобретают право, 50-процентная скидка, да, с учетом стандартов и тарифов. Если старше 80 лет, то здесь, значит, бесплатно. Эта льгота полностью 100% возмещаются расходы. Но при этом напомню, что сначала сам получатель этой меры поддержки сам оплачивает все эти платежи, а потом уже в виде компенсации получает вот эти дополнительные средства. Разговор о людях с ограниченными возможностями власть приурочила к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. По данным Департамента соцзащиты во Владимирской области 132 тысячи инвалидов, из них почти 5 тысяч дети. Чтобы инвалиды не платили за услуги ЖКХ вовсе или платили только половину, Москва перечисляет региону 1,2 миллиарда рублей. Александр Инин, Дмитрий Журавлёв, 6 канал.